Всем привет, с вами Клинксандр, и это очередная серия по Timberborns. В Timber'ах вышло недавно обновление опять, в связи с чем наше поселение, наше прохождение опять, так сказать, зафейлилось. К лучшему это или к худшему судить вам, но имеем, что имеем, и поэтому мы начнем, соответственно, новое прохождение за железных зубов, которые мы начали все-таки, и попробуем пройти еще раз. В игру добавили вот эти вот красные воды, которые, так сказать, убивают жизнь окружающей флоры, и, как я понял, имеют вероятность заразить наших бобров, в связи с чем они будут болеть и погибать. И также за место засухи вроде как будет данный выброс данного мусора, да, вот в связи с чем, опять же, мы будем немножко страдать. Мы играли с вами на изгибе, да, последний раз. Не вижу смысла начинать прохождение заново на нем, потому что мы в целом уже поняли, как развиваться, то есть мы блочим в трех местах, и у нас начинает наполняться водохранилище. Единственное, что грязная вода сейчас, да, имеется, и, возможно, будут сложности. Но так как у нас есть новые карты, да, то есть которые были добавлены специально в новом обновлении, да, то есть без переработки старых, и тем более они подходят для начинающих, да, давайте мы посмотрим на них, возьмем карту такого же размера, как мы играли на изгибе, и посмотрим, что нам предлагают сейчас. Нормальный уровень сложности и поехали. Вот. Посмотрим, что нам разработчики выглядели в обновлении. Насколько я понял, именно с грязной водой, то есть работу с грязной водой, это будет плюсом, вот, потому что грязная вода, то есть в засуху будет течь этот выброс, вот, и, соответственно, те же мельницы будут работать, вот, то есть у нас вот сверху идет грязный поток воды. Единственное, конечно, меня уже смущают некоторые моменты, а именно, а именно, у нас, смотрите, у нас вода, получается, уходит вот сюда, и здесь вот, видите, зараженная земля, да, то есть она, в принципе, недалеко уходит, это, в принципе, плюс, вот, и уходит в это русло. Вот здесь есть воронка, вижу, здесь какая-то есть воронка, вижу, а, ну, здесь вот она выходит, да, то есть вот это, значит, там просто, так сказать, кратеры небольшие в воде. Есть вода вот здесь вот, здесь можно делать застойничек, плотина нам по-любому нужна вот тут. Это прям к бабке не ходи, потому что, то есть, ну, течение вот этого русла мы перекроем полностью. Единственное, если мы здесь перекроем поток чистой, свежей воды, то, скорее всего, у нас заразятся ближайшие здесь территории, но я думаю, пока что мы все-таки начинаем пробовать играть на этом обновлении, да, посмотрим, что есть. Вроде как добавили какие-то там фильтры, насколько я понял, какие-то замки, типа, для скважин, вот, регулятор плохой воды, то есть, повреждение опасное, превращает опасную плохую воду в полезный экстракт. Ну, да, то есть, условно, сделали какие-то ништяки с работой с плохой водой, да, усложнили, так сказать, задачу, хотя мы с вами и так не успели потрогать ничего от слова совсем, но именно за этих бобров, да, ну и, в принципе-то, и за первое прохождение тоже там, к сожалению, у нас она накрылась медным тазом, но какие-то основные аспекты мы все-таки смогли потрогать. Вот, поэтому что мы делаем? Мы обязательно ставим глубинный насос, это прям 100%, то есть, мы делаем прямую дорогу, как я это люблю, то есть, вот так вот, делаем сразу глубинный насос и с запасом на будущее, то есть, ставим хотя бы вот так вот, и делаем также дорогу, чтобы мы уже в этом плане, так сказать, не ограничивали себя, вот это мы удаляем обязательно, потому что помним, да, что у нас произошло с бобрами, как мы выкручивались, точнее говоря, в прошлой части, да, когда просто у нас был коллапс по идее и в воде, поэтому давайте мы не будем допускать этих ошибок и сразу поставим фермерский домик, причем фермерский домик я бы поставил с повышенным даже сейчас приоритетом, хотя, ну да, 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 где-то повышенный приоритет будет, пускай, также мы, нам надо поставить домики лесорубов и выкосить все, все, что выкашивается. Домик лесорубов мы ставим вот сюда, вот, их нам придется поставить несколько, один сюда мы ставим, один поставим где-то. Да, сейчас давайте мы с вами прокинем дорогу, потому что здесь плодородная почва, мы не будем допускать ошибок и занимать слишком много места на плодородной почве, да, потому что, ну, все-таки хотелось бы видеть живых бобров, да, деревья под сруб пометить, мы помечаем вот тут всю территорию, вот здесь мы метим всю территорию под сруб, ну и, соответственно, мы здесь также помечаем все под сруб, нажимаем play, пускай начинают потихоньку ковыряться, вот, между делом нам надо будет разместить хранилища обязательно для воды, это прям сто процентов, и пару складов для еды. По поводу жилья я не так сильно переживаю, да, то есть жилье жильем, вот, и как бы ничего критичного в этом не будет, вот, сразу мы разметим поля для кальраби, наша вода, делаем поля побольше, сразу, вот, здесь у нас приоритет сбора урожая обязательно, вот, начинается качаться вода, уже приятненько, ставим первое хранилище для воды, тоже это обязательный аспект, мы их ставим побольше, вот так вот. Это тоже очень важный нюанс, потому что нехватка складов может привести к катастрофическим последствиям, что, ну, что нам далеко не сыграет на руку, а только, наоборот, усугубит наше положение, поэтому, то есть, здесь лучше перебдеть и построить, так скажем, побольше запас, то есть, мы не будем сейчас ограничивать себя какими-то ресурсами, в плане, ну, то есть, мы не будем строить дома для расширения и прочее, то есть, пускай они сейчас как-то живут на земле, я думаю, они сильно не огорчатся, ну, хотя, то есть, я понимаю, что, то есть, у них минус жилища, да, но за счет того, что у них есть остальные остальные все потребности, они не сильно бесятся, вот, поэтому, то есть, обязательно ставим везде воду, абсолютно везде, с тем учетом, что у нас сейчас будут какие-то ядовитые воды, очень опасно, я не знаю, что может вот, преподнести нам данные зараженные, так сказать, обители, да, подземные развалины, а здесь у нас источник плохой воды, вот, и опять же, то есть, как я узнал из дневников разработчиков, да, из апдейт патча, бобры могут болеть на фоне того, что они употребили грязную воду, плохую, зараженную, да, то есть, вот, и, то есть, ну, тут даже можно, в принципе, складировать плохую воду, хотя я не вижу в этом никакого смысла, то есть, опасаемся большим количеством хорошей воды, и, то есть, начинаем жить, выживать как-то на этом фоне. Хотел бы я все-таки открыть еще лесопилку, да, но в связи с тем, что я все-таки пока что делаю упор на еду, да, у нас есть свободные ли бобры, у нас есть свободные бобры, я бы поэтому даже поставил еще бы один фермерский дом, ну, потому что надо, то есть, ну, сами понимаете, то есть, если мы останемся без еды, ничего хорошего это нам не принесет. Вот, мы проходили уже данную историю, когда у нас заканчивалась просто еда, вода, и наши бобры просто говорили «аривидерчи», вот, поэтому сейчас я не буду упарываться в какие-то определенные направления, да, то есть, я поставлю сейчас еще один, кстати, по поводу «наши же эти бобры размножаются при помощи инкубаторов». Нам надо инкубаторы ставить. Давайте с вами поставим два инкубатора, этого более чем нам хватит. И, 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 ну, и, соответственно, сейчас после постройки научного центра, да, опять же, не самая обязательная постройка, но, как я уже говорил ранее, то есть, ее я буду строить, то есть, в самом конце, да, то есть, самое-самое последнее, конечно, это дома для нас, да, но, тем не менее, я предпочитаю все-таки сейчас как-то распределить ресурсы более важно, да, более правильно, и не допустить той ошибки, которую я допустил в предыдущем прохождении, да, когда у нас просто нет воды, нет еды, а засуха, вот она. Здравствуйте, приехали. Бобры-бобры. Тем временем построился научный центр. Единственное, я бы все-таки в научный центр одного бобра отправил, пускай бы потихоньку крутил педали. Как бы то ни было, педали нам понадобятся, да, вот, тем более, скоро должен подрасти еще один мелкий, и тем самым облегчить нашу жизнь в данном мире. Тем временем у нас бревнышки почти накопились, и мы можем сделать какие-то первые жилплощади. Я их бы поставил все-таки куда-то подальше, потому что, то есть, ну, я, во-первых, предпочитаю жилые районы делать на удалении, тем самым, то есть, у меня будет пространство для маневров постройки рядом каких-то жилищных комплексов или изобретать, ну, постройки вторых этажей, да, то есть, чтобы мы могли больше разместить в данном случае бобров. Из благополучия, соответственно, это обязательно нам нужны точильные, кстати, камни, чего я не поставил. Ну, опять же, мы их можем разместить куда-то неподалеку, где-то вот здесь две фермы нам, в принципе, более чем достаточно, одни сажают, другие собирают. У нас начинается прирост по данному ресурсу. Обязательно мы ставим костер, как я и предполагал, да, то есть, нам надо расположить костерчик где-то будет сейчас. Давайте мы, сколько у нас здесь, 3 на 3, давайте 3 на 3, и вот так вот поставим им костер, отступив одну клетку, для того, чтобы перед костром, возможно, в дальнейшем поставить какие-то украшения. Вот, тем самым будет дополнительное счастье. Ну, вот у нас пошли счастливые бобры. Конечно, не полностью, но уже хотя бы что-то. По воде, по воде у нас пока прибавок нету. Вот, тем самым с едой у нас, в принципе, тоже пока что не очень все гладненько. Хотелось бы все-таки получше. Поставлю я побольше рабочих часов, 20, пускай 20 часов они работают. Тогда у нас должна накопиться еще побольше воды, потому что я переживаю за этот новый ивент, да, который будет вместо засухи у нас, и который нам может принести немало, так сказать, бед. Вот, и сейчас нам надо еще сообразить по поводу электроэнергии и по поводу банальной лесопилки, да, потому что в прошлый раз, как вы помните, да, мы это, я это пропустил, да, не стал придавать этому какого-то определенного значения, да, в последствии чего я очень сильно поплатился за данные манипуляции, вот. И пока у нас есть дерево, пока у нас есть запас по дереву, все-таки я предпочитаю... Предпочитаю сейчас сделать немножко хотя бы лесопилки, да, то есть 7 вот этих вот досок, чтобы, то есть, поставить лесничего, да, и у нас не было в дальнейшем никаких проблем. Вопрос. Оно не работает из-за того, что нет течения, или из-за того, что... Я надеюсь, что тут есть какое-то течение или будет... Будет очень обидно, если я здесь прогадал в этом районе свободных работников. Хорошо, допустим, у нас появится какой-то один свободный бобер. Блин, точно не отсюда его возьму. Давайте мы остановим какую-нибудь лесопилку, лесобобрилку и подключение к генератору. Да. Ну вот и первый мой, так сказать, косяк. Про... вафлился я в этом плане. Там, кстати, очень будет стоить мне дорого в плане ресурсов, да, поэтому сейчас мы поставим его вот тут вот, и поставим сюда энергию в виде... Это что такое? Большой энергетической... О, они сделали... Они сделали им другую энергию. Ничего себе, как прикольно. Слушайте. А это достаточно интересно. 300 лошадей вырабатывает. А это достаточно неплохо, неплохо. Ну, блин, ну это круто. Было беговое колесо, здесь сделали большое энергетическое. Про в апдейте я не увидел данного описания, но, скорее всего, конечно, приближается засуха. Вопрос, приближается ли засуха или приближается... Если засуха, то ничего страшного. То есть мы переживем засуху. Засуха для нас не такая большая проблема, как грязная вода. Тем самым мы ставим на паузу данного приятеля. Пускай он у нас идет в лесоповал, да, наш в этот. И посмотрим в доскоизготовительный завод. Вот так мы его сейчас назовем с вами. Вот. Нам надо обязательно открывать лесничего. Это прям чуть ли не одна из важнейших наших задач. И знаете, я бы даже как сделал. У нас эти достают до Кудова. Эти достают очень далеко. Я бы в этой стороне вообще засеял все полями, чтобы не было дальнейших никаких там, ну, неувязочек или еще чего-то. А лесничего я бы просто поставил куда-то вот сюда. Да, да. Тем самым, соответственно, я здесь немножко переделаю поля подпосевы. Вот. И... Хорошо. Ничего себе как быстро изготавливается. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Правильно? Отлично. Все. Супер. Так. Ну, что я могу сказать? Это просто превосходно. Тогда нам надо будет, соответственно, во время засухи-то мы здесь дорубаем хорошо. А с этой стороны нам надо будет высадить, высадить березки. Нет. С этой стороны нам вначале надо будет все удалить обломки. Смотрите. 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 лишние пока что постройки я сделаю небольшую высадку черники буквально тут три наверно блока вот так вот мы сделаем и при этом надо один какой-то блок отменить чтобы грубо говоря черника собиралась и носилась на склад вот это будет наша добыча по чернике небольшая но будет может быть я даже расширюсь еще на два блока тем самым увеличу добычу наших ресурсов полезных давайте допустим научный центр но вот это кстати очень полезная штука человек засуха так прям засуха прям засуха окей засуха для нас не страшно или страшно так ядовитая вода куда полилась сюда не надо здесь я не качнул один давитой воды никакой ok ok так я наверное все таки еще расширю по чернике вот так говорится чтобы было вот и остальное все я буду засеивать уже деревом здесь нас есть подъем наверх я не знаю есть смысл его обыгрывать здесь у нас наверху что у нас имеется наверху у нас наверху имеется только черником дальше подъема нету здесь дальше намного выше находится металл до металла мы еще с вами пока что нам еще очень рано с металлом что-либо делать поэтому сейчас вы знаете вот я вот так вот бы сделал и добавил вот сюда вот бобров и поставил вот эту на паузу пускай к побыстрее по удаляют мы здесь просто сделаем повыше приоритет чтобы они откуда-то потом сваливали и шли работать в другие места тем самым соответственно вот это мы тоже убираем потому что там не будет ничего расти здесь мы тоже этот убираем все у нас есть два свободных бобра так сказать первую засуху мы с вами переживем без каких-либо проблем у нас есть большой запас по воде большой запас по еде вот и тем самым мы переживаем с вами данный данный период засухи вот увеличиваем просто наши добычи по фермам вот здесь нам надо отменить вот последний рядочек вот так вот чтобы наши фермы доставали максимально далеко единственное знаете я бы перестроил чуть-чуть подальше чтобы то есть сделать максимально то есть вот эту площадь когда калибри под нашу да вот и соответственно тем самым обеспечив нас большим количеством еды но на этом пожалуй мы закончим с вами был клинксандр это была игрушка timber born всем подписывайтесь на канал ставьте лайк и всем до новых встреч и всем пока пока